Давайте расскажу, какие есть аналоги у чата GPT. В принципе их сейчас на самом деле огромное количество. Я расскажу про те, которыми пользуюсь сама. Опять же рекомендую перейти на сайт ai-lib.pro в раздел чат-боты. Bing.ai это чат-бот от Microsoft, который работает на модели чат GPT-4. Чтобы зарегистрироваться в Bing.ai необходимо скачать Microsoft Edge и также подключиться к VPN. После чего у вас появится значок уже с чатом и там вы можете уже ему отправлять любые запросы и общаться с ним точно так же как с чатом GPT. Если вам интересно как это сделать и непонятно из моих слов, то опять же переходим в раздел советы, как использовать Bing.ai в России. Там есть подробная инструкция. Я использую каждый день U.com. U.com очень удобный сервис, он бесплатный полностью, он не требует VPN, он требует только регистрации, можно зарегистрироваться через Google с российской почтой и здесь сразу задаю ему вопросы. В принципе с помощью U.com можно делать все те же самые задачи, что и с чатом GPT. Также у него есть расширенные возможности, например можно с помощью него писать, это полезно для копирайтеров, здесь более расширенные настройки. И также можно воспользоваться функцией разработчиков писать с помощью него код. Например, я попрошу его напиши мне чат-бот, который по команде будет говорить погоду. Погоду в Москве. Ждем. И вот у нас готовый код без знаний кода, по сути я могу вот это скопировать, ставить в нужное место и у меня будет готовый чат-бот. Потрясающе! Давайте еще добавим функцию. Добавь функцию, чтобы когда бот подает информацию о погоде, бот давал советы, что надеть. Вот обновленный пример кода. То есть я его попросила решить задачу, я ему не давала никакие вводные дополнительные, то есть я ему не говорила о том, что ниже 0 это холодно, выше 20 это жарко. Он сам это все решил и сам добавил вот такую функцию. По-моему это чудесно! Вы можете экспериментировать просто как хотите. Можете создать своего чат-бота. Вот вы уже знаете совет, что нужно зайти в бот-фазер. Так что попробуйте, это очень интересно. Какие есть аналоги еще? AgentGPT тоже бесплатный сервис. Он без регистрации. Вам всего лишь нужно дать ему имя, роль и задачу. И в принципе он сам с собой разговаривает, у него монолог. Тоже для некоторых задач полезен. Я его иногда использую. BART.AI это чат-бот от Google. Ну тут уже на ваше усмотрение. Он также работает через VPN. Он работает с иностранной почтой. С российскими почтами он не работает, к сожалению. Либо не к сожалению. В принципе BART.AI я его не использую, потому что, на мой взгляд, он отстает от BART.GPT и BINKI. В принципе, BINKI это одно и то же, как я уже сказала. Perplexity тоже удобный инструмент, когда вы ищете какую-то информацию в интернете, потому что он не только отвечает на вопросы, но и дает ссылки. Чтобы зарегистрироваться в Perplexity, достаточно только Google почты и, в общем-то, больше ничего. Также есть российский аналог чата GPT. Называется он Gigachat. Это GPT от Сбера. Вы можете его использовать с помощью чат-бота в Телеграме. Также есть Яндекс.GPT, который можно использовать, если у вас есть голосовой помощник Алиса. Алиса, давай придумаем. Готова придумывать. Когда надоест? Скажите, хватит. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok